здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал запрещенная книга тадеуша валанского значит мои подписчики спасибо им большое прислали мне вот такой интересный материал книгу тадеуша валанского письма о славянских древностях 1846 год значит есть вот тут вот в этой книге вот такие интересные рисунки вы можете посмотреть вот такие вот амулеты монеты которые валанский нашел и значит все это дело исследовал и говорит он ребята что это все славянское но чё интересно он говорит что здесь это все до христианской принадлежит значит истории но тут вот смотрите везде кресты видите и в перемешку значит с ведическими вон там вы уже должны были видеть свастики имеют место и тут же и кресты смотрите и тут же значит обратите внимание световид ну то есть языческие боги и символы это вы все сможете посмотреть в этой интересной книге вот тут вот значит тор пишет он вот это вот а может быть даже и перун читайте значит очень интересно вот здесь вот давайте я вам чуть-чуть зачитаю про самого валанского запрещенная книга тадеуша валанского не пугайтесь все книги валанского в 1853 году были внесены в папский индекс запрещенных книг и приговорены к сожжению к нашему счастью папская инквизиция не все смогла сжечь предшественникам и валанского и классена можно считать мавра арбини книга которого историография початия имени славы и расширения народа славянского и их царей и владетели под многими именами и многими царствами королевствами и провинциями была издана в санкт-петербурге 1722 году переведено в 2010 издательство белые альбы в этой книге арбини пишет следующее славянский народ озлоблял оружием своим чуть ли не все народы во вселенной разорил перси персиду владел азией и африкой бился с египтянами и с великим александр покорил себе грецию македонию и лирическую землю завладен завладел морали шеленской землей чешской польской и берегами моря балтийского прошел в италию где многое время воевал против римлян иногда побежден бывал иногда бьючийся в сражении великим смертопобитием римлянам отомщивал иногда же бьючийся в сражении равен был наконец покорив под себя державство римское завладел многими их провинциями разорил рим учиняет данниками цесарей римских чего во всем свете иной народ не чинивал но разве официальные историки смогут признать такую мощь за славянским народом а ведь эту книгу писал не славянин арбини был ахимадритом рагушским и социалист в сицилийском городе рагузи его книга тогда позже тоже попала в список запрещенных ватиканом и в наши дни государств есть списки запрещенных книг и их при изъятии тоже приговаривают к уничтожению часто эти книги имеют отношение к политике но разве можно отделить исторические концепции от и гипотезы от политики конечно нельзя именно по этой причине традиционная наука труды и валанского и арбини и классена до сих пор не признает ведь все что касается величия русского народа и славянство сразу объявляется ненаучным эта книга по нашей просьбе была найдена в нью-йоркской библиотеке другом нашей редакции наталии гатас за что ей особая благодарность любители истории получают настоящий подарок который должен вдохновить современных исследователей на новые научные творческие подвиги во славу великие истории славянства книги валанского письма о славянских древностях этого события перевода на русский язык книга ждала долгих полтора века с тех пор как ее автор выпустил польское и немецкое издание самое первое письмо было адресовано уважаемой петербургской академии похоже что валанскому не удалось заинтересовать обнаруженными им фактами древнейшей славянской истории академиков которые проигнорировали послание книга была издана автором на собственные средства в двух частях первая часть содержавшая 5 писем с приложением 145 иллюстраций на 12 гравюрах вышла в 1846 году гнездно древнейшим городе польского королевства вторая часть составлена из 7 писем и содержавшая 88 иллюстраций на 10 гравюрах вышла там же в 1847 году в письмах автор описал монеты амулеты и другие предметы найдены автором в своих экспедициях по славянским землям а также изображения древних предметов полученные от единомышленников на многих из этих предметов имеются письменные знаки которые автор определил как славянские сами предметы автор отнес до христианскому периоду славянской истории культуры имя фадея воланского часто встречается в трудах первой половины 19 века у исследователя русской и славянской истории на его богатейшую коллекцию старинных предметов амулетов монет содержащих славянские надписи ссылались историки школы нс тихонравова затем отношение к воланскому изменилось и завеса академического молчания покрыла его богатейшие материалы по славянской истории письменности и культуре до христианского периода сделав их неизвестными публике более чем на столетие возможно это проявление непознанных нами законов духовного развития заставляющих нас забыть то что было хорошо известно предкам чтобы впоследствии вспоминать когда-то забытое и удивляться мудрости тех кто создавал и сохранял славянскую культуру на протяжении многих тысячелетий и ее драматического развития но также следует учить конкретные мотивы тех общественных слоев которые определяются содержание учебников по славянской истории культуры с учетом своих собственных сословных интересов замечательный израильский историк профессор тель-авивского университета шлома занту переведенной на главные европейские языки книги кто и как изобрел еврейский народ показал на богатейшем фактологическом материалы как менялись на протяжении одного только 20 века концепции происхождения и исторических прав вечного народа как аккуратно забывались и вычеркивались из школьного обихода исторические идеи теоретиков сионизма 30-х годов неудобные теоретикам сионизма 50-е годы 20 века оказывается по занту у профессиональных создателей учебников истории нет никаких препятствий морального этического плана для искажения сокрытия и даже выдумывания исторических обстоятельств если это востребовано политиком современного государства надо думать что то подобное имеет место в истории славянских народов вот такая значит интересная можете вот здесь вот до конца ребята дочитать и в конце найдете вот он сам тогда уж воланский и вот тут вот обнаружите ссылки на эту книгу есть ссылки материалы для древнейшей истории славян егора классена и есть ссылка на мавра арбини славянское царство читайте ребята на здоровье смотрите эту интересную книгу читайте что он вот тут вот пишет подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания